Всем привет! С вами Зина Лассония, вы на канале Изи Стайл Малунс Патин. И поступил такой вопрос, что я тут надуваю с насосами, и вообще все так рассказываю, все так просто, все так... А где же взять насос? Вот, ребятки, сегодня я принесла вот такой насос, и кино мы назовем, как в полевых условиях, а точнее без насоса и без всякой электроники, сделать подарок на день рождения. И приступаем, все к тому же, мы надуваем базу для наших шаров, я взяла вот такой шарик, вот такой замечательный шарик, заказала его на Алиэкспресс, вот сейчас мы как раз увидим, какое у него качество. Нам надо поздравить девочку в шестилетии, ну и сегодня не важно сколько лет, потому что мы будем просто вот делать подарок, без там хэппи-безды и всего такого. Что ж, мы берем шарик, и надуваем, как я и сказала, в полевых условиях. На самом деле... Вот. Раз мы делаем это в полевых условиях, то мы считаем надувы. Вот я надула его шестнадцать надулов. Да. Шестнадцать. А, я хотела его... Окей. Значит, этот я тоже делаю шестнадцать. Немножко его подкруглим. Вот у нас так же получилось два шарика. Так, нам хочется включить этот насос и не тратить ваше время, но, учитывая, что мы заявили, что мы... Учитывая, что мы заявили, что все можно сделать вручную, то я буду делать вручную. Ай! Ба-бам! Непоятно было. Вот наша вторая часть. Мы ее тоже надули. Это первый этаж. А сегодня я хочу сделать трех этажах. Что мы надували шестнадцать надувов, что мы надували фиолетовенький. 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 Беловый, в общем. Беловенький. И надуваем, я думаю, двенадцать. Надув считается ход насоса туда-сюда. Сейчас покажу. Помедленней. Раз-два. Это надув. Да, это вот. Мы надуваем двенадцать раз. Опа. Опа. Два-два. Два-два. Я скажу, тренажерный зал отдыхает рядом с надувателем шариков. Особенно, если отвыкаешь надувателем ручками. А-а-а. Так вот, все, кому в тренажерный зал, бьем шарики и надуваем ручками. А-а-а. Минушку он у меня сдулся. А я его поддуваю. Глаз у нас. Видите, я сегодня без шляпы, без насоса. Все, как положено, как в туалет. Так. Вот у нас вторая. Второй этаж. Нашего замечательного произведения. Вот. И третий этаж я хочу маленький такой, как бы, сделать, да, беленькими, пятиинчевыми шариками. Маленький такой. Па, наверное, два с половиной. Раз, два, ой. По два тоже, нет, нет, я все-таки хочу два с половиной. Раз, два. О. Округлим его. Не убегать. Раз, два. Округлим его. Почки. Делаем еще один. Последний или крайний. Кстати, скажите, как правильно говорить. Крайний или последний. Или, как это говорят, заключительный. Что там в бою идет? Заключительный, в бою остраю. Все. Вот. Теперь у нас с вами вот три этажа. И мы все это дело соединяем. Ну, либо мы берем, опять же, да, вот, пометуя того человека, рваник и шарик шедрем. Но если у нас нет, мы можем взять хороший. Но в данном случае мы вообще можем заединить вот этими пимпочками, которые у нас остались. То есть мы кладем верхнюю четверочку. Ой, нижнюю. У верхней находим... Сейчас я как-нибудь вам покажу. Дыки. Две пимпочки. И этими двумя пимпочками мы привязываем к нижнему. Воля, мы просто привязали, да? Теперь мы, опять же, да, во всем нужна осноровка, закалка, тренировка. То есть сразу будет тяжело. Но со временем, с вытянцем, с вытянцем, с вытянцем, и вообще мне кажется, что все просто. Вот, либо мы вытягиваем, опять же, вот тут. Чекунечка, блин. Либо мы вытягиваем вот тут. Да, вот у нас достаточно, достаточно большие хвостики вот тут. Либо мы берем, опять же, с того, который у нас второй. И присоединяем. То есть соединяем так, чтобы у нас все хорошо держалось. Опа. Опа. О. Что, скажем, вуаляй, не будем никого раздражать. Что все так просто? Ну, что, не просто. Я как бы два года уже, да, занимаюсь этим и два года делаю. Вот, то каждый день, то через день. Но вот с вами стало почти каждый день делать с каналом, да? Вот, вот такой у нас замечательный, замечательный подсташка. Берем наш фольгированный шарик. Вот наш фольгированный шарик. Опять же, к вопросу, если нету трубочки под рукой, а шарик пришел без трубочки. Кладем сюда потихонечку насос. И потихонечку, нелегко. Вот, слышите, клапан открылся, все, и можно теперь... Если у вас не упадет шарик, как у меня, его спокойно надо дувать. Что ж, надуваем. А вам слабо. Ой, какой красивый шарик. Кстати, молодцы, честно. Вот смотрите, какой у меня красивый шарик. И я вам скажу, по качеству он очень даже нечего. Я сейчас ему чуть-чуть еще поддую. Застякнул, завяжу, как бы это ни называлось, да? У нас там клапан, он закрыт. Я вам скажу, ребятки, Алиэкспресс рулит. Так, и опять же, в тот самый случай, чем привязывать? Либо мы берем просто ШДМ, да? Либо берем рвальный ШДМ. Кому что под руку попалось, полевые условия, неполевые. ШДМ это длинный шарик, он все равно сейчас нам будет нужен. То есть он у нас есть. Да, и как бы хотим пользуем, хотим пользуем рваненький. Кому как приятно, мне приятно использовать рваненький. Ну, как бы просто, чтобы не выкидывать, а использовать. Заматываю, как всегда, вот этот чубчик. Кстати, обратите внимание, какой у меня хороший шарик. У него еще один чубчик есть. Сейчас мы его используем. Я думала сделать корону, но увидев этот чубчик, решила сделать цветок. Как вы думаете, что сюда лучше, корону или цветочек? Ну, вроде бы, все принцессы, хорошо бы корону, да? Такую. А с другой стороны, такой чубчик хороший. Грех не использовать его. Вот такой у меня получился сейчас. Вот такая штучка у меня получилась. Так. Мы сделаем вот что. Честно, у нас с вами тут не хватает грузика. Я иду за грузиком. Грузик, думаю, в пылевых условиях тоже можно сделать. Вот наш грузик. Кто не знает, что такое грузик? Грузик, это просто шарик с водой, который мы подвязываем вот сюда. Если вы в пылевых условиях... Смотрите, пожалуйста, дорогой подписчик, который мне все это написал. Я не шучу, я просто, мне понравилось ваше. Если вы в пылевых условиях. Если вы в пылевых условиях, то можно, ну, набрать туда немножко, можно, ну, земли. Ну, в общем, что-то, что пластилинка, точек, да? Что-то, что попадется под руку, чтобы оно было тяжелым. Вот теперь у нас стоит наша эта штучка. И теперь, опять же, возвращаюсь к тому, что вот у вас подручно все там есть инструменты, да? Во-первых, вот этот мой любимый инструмент, который делает нам кудряшки из длинных шариков. Он очень просто делается. Но, скажем, у вас нет турбаного шарика, нет какой-то трубы, на которую можно его накрутить. И вообще, у вас нет помощника, и с первого раза это жутко тяжело. Мы просто надуваем шар. Надули. Спустили, чтобы он был помягче. Опять надули. И не спускаем. Завязываем. Кстати, я когда джунгли делала, мы там много делали таких вот. И делается вот так вот. Просто крутится. Вот это вы нажимаете вот тут, да, между большим. И просто накручиваете на руку. Накрутили, вот так помяли на гибах. Распустили, и вот у вас такая завитушка. Нам нужно таких две, я так решила. Да? Эту завитушку мы сейчас наденем на наш шарик. Делаем вторую. Зачем мы два раза надували? Чтобы его было мягче скручивать. Если у вас ручки чуть-чуть попривычнее, где-то сильнее, то достаточно и один раз. Опять же мы закрываем. Держим между двумя пальцами нашу пимпочку. И начинаем накручиваться. Накрутили. Теперь я вот эти завитушки беру между собой. Накрутила. Вот это я одеваю под низ, под мои белые шарики. Сейчас я посмотрю, как мне больше нравится. О! Вот так мне больше нравится. Сейчас покажу, как классно получилось. Вот, смотрите, я отпустила вот левитушки, да, вот если мы сверху смотрим, вот так, в одну сторону. Если она у меня не до конца хорошо стоит, я могу ее поправить. И они у меня вот в одну сторону все смогут. Я даже, я так, я хотела это вот сделать вот так. Спустить их вниз, да, вот так. Мне казалось, так будет прикольно, или вот так. Али, оп, так у меня встали, мило. И вообще классно. Вот, мы делаем вот так. Теперь я хочу все-таки сюда... Карону? Цветочек? Цветочек. Цветочек. Цветочек такой большой очень. Вот. Вот-вот. Я же поняла, что я хочу. Сейчас я вам заодно напомню, как мы делаем такой большой-большой цветочек. Ай! Палится в целом? Раз. Теперь мы смотрим, что они одинаковые, эти разного. Вот так надо немножко вытянут. Вот, и теперь они у меня одинаковые. Завязываем. Раз. Два. Раз. Два. Делим. Смотрите, как все делается просто. Делим пополам. Да? И еще раз. Не пополам, а делаем одну треть. Да? И тут две трети оставляем. И вот так. И у нас получается... Очень надо. Поровню. Раз. Делаем то же самое, да? Одну треть и пополам. Соединяем это между собой. Ребят, я этот цветочек делаю быстро, потому что у нас есть отдельный урок с этими цветами. Я могу стать рядышком, если вам... Ну, как бы... Помню, да, есть урок. Продолжение следует... Продолжение следует... Вверх-вниз, вверх-вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вверх-вниз. Сегодня я не буду его делать двухслойным, потому что иначе он будет у меня больше, чем мой шар с принцессами. Берем белый шарик, делаем ему цепинку, я думаю, раз, два. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Завязываем. Просто завязульку. Честно, я называю ее вязать фигу. Ну, типа вот такую, да? Ну, потому что она на нее похожа. Правда фига? Ну, в общем, это я ее так надеваю. Вы, естественно, можете так не называть. Еще чуть-чуть потянем. Вот так мне нравится прям очень. Вот я в полевых условиях даже ножницы забыла. Если вы, как и я, забыли ножницы, то они как бы ничего не могут сказать. Грызите зубами. Вот, я отрезала кончик, да? Завязываю его. И прописываю его сюда. Чуть-чуть вот так вот подкругляю. Вот мой замечательный цветочек. Почему-то белый каждый раз. Выглядит вот мой замечательный цветочек. Вот такой вот из-за себя. И я хочу надеть его вот сюда. Мне хотелось бы надеть его вот сюда. Вот так, да? Я бы ему еще сделала подставочку. А подставочку бы я ему сделала розовую. Что у нас сегодня сегодня? Розовую. Розовую не такую, как розовую вот эту нежную. А розовую вот такую вот. Скажу как она называется. Вылетела с головы. Фу, Ксия. Фу, Ксия. Фу, Ксия. Фу, Ксия. Фу, Ксия. Фу, Ксия. Вот так вот я посадила. Видите, цветочка. Вот так. И сюда посадить наши цветочки. Поэтому я вытаскиваю завязку. Завязываю. Завязываю. Еще поверну пару раз. Мой остаток. Через лепесточки. И отрежу забытыми. Теперь я вот эту штуку приделываю на наш хвостик хорошего китайского шарика. Прям хороший шарик. Вот этим хвостиком. Я приделываю наш цветочек. К нашему шарику. Нет. К нашему шарику. Я хочу дотянуть просто. Прям очень по тему. О! Чтоб прям хорошо держалось. О! Прям какой у меня получился вот такой замечательный вот цветочек. Вот такая замечательная конструкция. К ней на сахар можно еще что-то добавить. Вот. А можно так оставить. Блин, я так люблю вот этот минимализм. Чтоб красиво и со вкусом. Прям мне очень нравится. А вот теперь такой вопрос на засыпку. Какой стороной вам нравится больше? Вот этой? Или вот этой? Ну, какой стороной дарить? Ведь они обе красивые. Вот такой у меня замечательный китайский шарик. И вот таких замечательных полевых условий. Буквально за 25, 6, 8, 30 минут мы уложили со всеми забытиями с ножниц, да, думками, передумками, что мы там хотим или не хотим. Ну что же, ребятки, творите, выдумывайте, пробуйте. Вот вроде как бы казалось, да, немножко шариков, немножко фантазий. И получился вот такой замечательный подарок хорошему словечку на день рождения. И сегодня я такида специально разрешила не писать никакие числа, буквы и так далее. Вот просто сделать такой супер просто подарок, просто хорошему человеку. Вот. Если вы хотите узнать, как делается то или это, или такида написать какое-нибудь помечание, примечание, замечание, пожелание и так далее, пишите в комментариях, пишите в личку, как мне написал один из подписчиков. И я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. А сейчас, прежде чем я с вами попрощаюсь, вот, помощник пришел. Кстати, посмотри, тебе нравится? Ты с таким подарком придешь на день рождения? Не знаю, чего-то не хватает. Конечно, нужно пойду! Ты мой сладкий. Так вот, творите, вы думаете, пробуйте. Пока мы с вами прощаемся, ставим лайк, подписываемся на канал и обязательно жмем на колокольчик. Пока-пока! Пока-пока!